Закончить все полевые работы до первых морозов и снега. Такая задача поставлена сегодня перед специалистами ОАО «Ласицк». Дел еще на полях очень много. Сегодня люди и техника заняты на осеннем спашке зяби. Она повышает урожайность, увеличивает увлажненность и питательность почв за счет сохранения влаги. Это необходимо условие успешного выращивания различных сельскохозяйственных культур. Тракторист Павел Данилович работает в хозяйстве более 15 лет. Три месяца назад он получил новую технику, которая позволяет выполнять объемы гораздо быстрее. Родился здесь, остался здесь в хозяйстве. Понравилось. С детства катался со старшими, получается, характеристами. Уже кто в отцы мне годится, кто дедом. Учился в них. С новой косилкой вышел в поле и Николай Марчук. Он занимается подкашиванием травы. Средним за рабочий день у него получается обработать до 50 гектаров. Он местный. Его родители всю жизнь трудились на этой земле. Сомнений не было. Однозначно решил пойти в сельское хозяйство. Вырос тут. Родился, вырос. И остался тут, на деревне. Тут и мама, и отец жили. Работали тоже в хозяйстве. Уборочная кампания ВОО «Ласецк» прошла на одном дыхании так, как и должно быть. Но с окончанием жатвы напряженность работ в сельском хозяйстве только увеличивается, так как необходимо заложить основу урожая следующего года. Ведь даже осенью аграриям отдыхать совсем некогда. Мы завершаем уже уборку третьего укоса. Потому что мы, если оставим навесную, здесь будет сухое все. И не будет качественных корм. Так что мы стараемся подкосить все, что у нас в наличии есть по травам. Я думаю, что в первую очередь задача моя – поднять всю зябь, подготовить почву, нести удобрение, чтобы мы в марте месяце вышли в поле полной боевой готовности. Уборка зерновых – это, можно сказать, промежуточный ток сельскохозяйственного года. Комплекс работ провели на землях хозяйства. Потому и результат достойный, несмотря на капризы погоды. То, что хозяйство планировало, по сути, то и получило. За три года создали прочную кормовую базу на зимовку. Заготовили порядка 130% к уровню прошлого года сенажа. 115% силосов нарастили производство зерна кукурузы. На сегодняшний день заготовлено более 42 центнеров кормовых единиц на условную голову. Свыше 21 тысячи тонн силоса кукурузного. То есть, мы выполнили план, перевыполнили по силосу кукурузному. Перевыполнили план по сенажу. Более 20 тысяч тонн сенажа у нас. Более тысячи тонн сена заготовлено. Наши буренки будут с кормами в этом году. С травянистыми кормами. Словом, к зиме готовы. Задача нарастить темпы производства продукции и животноводства. Буау-Ласицк – своя арифметика. Удольск каждой коровы в среднем 20 литров. Молоко продаем каждый день и каждый день на нем зарабатываем. Поэтому у нас учитывая географию нахождения нашего местоположения, другого у нас пока не было. Да, немножко есть там продукции растения и животноводства, допустим, рапс. Но опять же, выращивают тот же рапс, который тоже в этом году был рекордный у нас урожай. 28 центнеров с гектара. Это третий показатель в районе. На этой молочно-товарной ферме 1948 голов крупного рогатого скота. Все они под опекой бригадира Екатерины Рогаль. После техникума, после 86 года. Техникум закончила, по распределению попала ударник, ладароша, а потом соединили хозяйство и приехали сюда и работали. А в должности, ну, с 2010-го, последнее. С людьми, работая с животными, всегда в движении, тоже не в кабинете сидеть, а возле людей, общение и все. Ветеринара – одна из самых востребованных профессий в сельском хозяйстве. Она требует немалых физических сил, профессионализма и терпения. Молодой специалист Юлия Сенчук знает об этом на своем примере. На ней лежит забота о здоровье и поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве. У нас поголовье почти 4000. В обязанности много чего. В общем, много чего. И лечение животных, и профилактика, и отправка на мясоперерабатывающие предприятия, введение всей документации. Много чего. Ну, там сразу так все и не назвать. Ну, вам нравится ваша работа, скажите? Вполне, да. Почему не нравится, если хорошо оплачивается. Все условия созданы для работы. Чем больше надои, тем выше показатели, значит, больше финансовая прибыль. Но не только молоко сорта «Экстра» реализовало хозяйство. Заработали на рапсе. Продали свыше 700 тонн. За эти средства приобрели несколько единиц техники. Продолжаем работу по реконструкции наших ферм, потому что, в первую очередь, это дороги, подъездные пути. У нас большая проблема как по малым фермам. У нас их три. Это Желкино, вешняя и паре. Если вешню и паре мы уже более-менее привели к какому-то нормальному состоянию, то у нас еще остаются работы по ферме Желкино. От посевной до посевной. Все работы в сельском хозяйстве цикличны. Только к ним во Власецк добавится еще и строительство современного зерносушильного комплекса. Открытое акционерное общество уже внесло в его возведение 20% от общей стоимости.